С момента выхода на нашем канале видео, посвящённого коронавирусной инфекции, прошёл месяц, за который накопилось достаточно новой информации, позволяющей не только трезво оценить опасность нового вируса, но и дать более-менее адекватный прогноз по его распространению в мире, чем мы сегодня с вами и займёмся. Здравствуйте, мои хорошие! Что же знакового произошло с момента нашей последней беседы? Во-первых, Всемирная организация здравоохранения признала риск распространения коронавируса очень высоким и подняла уровень его опасности до максимального. Также у нас теперь есть официальное название для нового коронавируса – SARS-CoV-2. Такое решение принял Международный комитет по таксономии вирусов. Вирус был признан ближайшим родственником SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. На утро 7 марта 2020 года, под данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 80 651 подтверждённый случай заболевания. По сообщению представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР, темпы роста числа больных постепенно снижаются. Несмотря на положительную динамику в Китае, учёные уверены, что для многих стран всё только начинается. Число заразившихся во всём мире преодолело отметку в 100 000 и составляет 102 188 человек. В результате заражения коронавирусной инфекцией умерло 3491 человек. 57 389 человек выздоровело. В трёх крупных очагах заболевания Иране, Италии и Южной Корее с каждым днём дела идут всё хуже. В Италии 4636 подтверждённых случаев заражения. В Южной Корее 6767, а в Иране зафиксировано рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией, где число заражённых составило 4747 человек. Открытое европейское пространство играет на руку коронавирусу. Многие европейцы живут в одной стране, но работают в другой. Руководство ЕС приняло решение дать странам право приостановить свободное движение в рамках Шенгена, уточнив, что это крайние меры. В связи с угрозой здоровью повсеместно отменяются массовые мероприятия. Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 85. Одно за другим государства закрывают въезд для иностранцев, прибывающих из главных очагов распространения коронавируса. В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, еще пять – в Москве. Все они были завезены россиянами из Италии. Лица, которые контактировали с заболевшими, уже определены и взяты под медицинское наблюдение. Общее количество заболевших в России с учетом новых сведений составляет 13 человек. Китайские эпидемиологи, благодаря систематизации информации о заболевших, определили наиболее уязвимую для нового коронавируса группу людей. Оказалось, что смертельный вирус чаще всего поражает мужчин старше 55 лет. Таковых оказалось почти две трети от всех инфицированных. По мнению экспертов, основной причиной уязвимости сильного пола является курение. Мужчины чаще и больше курят, из-за чего в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Еще одна причина нахождения мужчин в зоне особого риска – ослабленный иммунитет. К снижению защитных функций организма приводят хронический недосып, постоянная усталость, стресс на работе, злоупотребление спиртным и малоподвижный образ жизни. У собаки впервые заподозрили китайский коронавирус. В Гонконге на карантин поместили померанского шпица. Есть вероятность, что он заразился от своей хозяйки. К такому выводу пришли специалисты из Гонконгского университета и городского университета. Образцы, взятые с полости носа и пасти, оказались слабо положительными. Это говорит о том, что у животного низкий уровень заражения. При этом симптомов заболевания у питомца обнаружено не было. Это первый зафиксированный случай, когда анализы выявили штамм SARS-CoV-2 у домашнего животного. Также ученым удалось установить, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности. Открытие сделали исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и университета Фудань. Оказалось, что инфекция может попасть внутрь плода через молекулы белка ACE2. Именно эти рецепторы, которые в больших количествах присутствуют в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, коронавирус атакует активнее всего. Плод особенно уязвим на первых стадиях развития. Тем не менее, даже если мать заражена коронавирусом, это еще не значит, что ее ребенок родится с таким же заболеванием. Но учитывать такую вероятность необходимо. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая установил, что дети и подростки от 0 до 19 лет наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Из общего числа инфицированных только 1% пациентов этой возрастной группы. Медики в Китае активно применяют плазму крови, излечившихся от коронавируса людей, в лечении заболевания. Большое число клинических исследований и клиническая практика доказали, что применение плазмы крови выздоровевших пациентов в лечении больных дает сравнительно хорошие результаты, в связи с тем, что содержащиеся в плазме специфические антитела нейтрализуют новый тип коронавируса. О работе над вакциной от нового коронавируса уже сообщили американские, китайские, российские и французские исследователи. В России над этим работают сразу несколько научных групп. Вакцину планируется создать в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начать доклинические испытания на мышах. Это займет еще несколько месяцев. При этом регистрация препарата ожидается в середине 2021 года. Усилия России по борьбе с коронавирусом оценили во Всемирной организации здравоохранения. Россия, пожалуй, наиболее ответственно отнеслась к эпидемии. Речь идет и о действиях, связанных с проверкой въезжающих граждан, и о прекращении сообщения. Фактически, в короткие сроки создана эффективная система мониторинга ситуации и предупреждения о возможности распространения вируса. При этом важным достоинством данных действий является высокая степень координации разных ведомств. Ограничено авиасообщение со странами, где зафиксированы вспышки коронавируса. Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Китай, Италию, Южную Корею, Иран. Специалисты Роспотребнадзора проверяют всех пассажиров, прибывших всеми международными рейсами. Для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, в России подготовлено более 360 обсерваторов, из которых пока задействованы 130. 11 февраля в России зарегистрировали тест-систему для выявления нового типа коронавируса метамполимеразной цепной реакции, которая была разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Новосибирске «Вектор». В данный момент она поставляется во все регионы России. При этом результаты анализов из региональных центров перепроверяются и подтверждаются в «Векторе». Как показывает практика, предпринятые беспрецедентные карантинные меры как в Китае, так и в России на данный момент остаются единственным реальным оружием против коронавируса, которое очень хорошо работает. Когда границы закрывают, коэффициент передачи вируса уменьшается. Если при этом все носят маски, а общеобразовательные учреждения уходят на карантин, у возбудителя просто нет возможности быстро распространиться. Что касается прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в свете озвученных выше сведений можно сделать однозначный вывод – вспышка инфекции уже перешла в глобальную стадию, и сдержать распространение вируса дальше по планете вряд ли получится, особенно это касается стран с низким уровнем здравоохранения и экономики. Все эпидемиологические условия для пандемии соблюдены. Пик заболеваемости коронавирусом, вероятно, наступит в конце апреля – начале мая, а дальше сезонность сыграет свою роль. К лету контагиозность COVID-19 спадет, а эпидемия пойдет на убыль. Сухой теплый воздух и солнечный ультрафиолет станут естественными барьерами для распространения инфекции, как происходит ежегодно и с другими вирусами, передающимися воздушно-капельным путем. Но в Южном полушарии, например, в Австралии, где скоро осень и зима, эпидемия может усилиться. Не исключено, что COVID-19 станет сезонным вирусом, как, например, грипп. Косвенно это подтверждают данные, полученные китайскими учеными в ходе наблюдения за пациентами в Народной больнице Уханьского университета, которые были опубликованы на сайте Social Science Research Network. Скорее всего, новое заболевание будет волнообразно возвращаться вплоть до того момента, когда вакцины, которые сейчас находятся в разработке, запустят в массовое производство. А в настоящее время нам только остаётся придерживаться ряда профилактических мер, чтобы исключить вероятную возможность заражения коронавирусом. По возможности откажитесь от поезда к заграницу. В случае, когда поездку нельзя отменить, её следует максимально сократить. Ведите здоровый образ жизни, особенно это касается курильщиков, которым желательно отказаться от своей пагубной привычки. Не забывайте проветривать помещения, в которых проводите большую часть времени. Ни в коем случае не прикасайтесь с немытыми руками к глазам, носу и рту. Постарайтесь избегать традиционных приветственных рукопожатий и поцелуев в щёку. Соблюдайте личную гигиену, после посещения общественных мест тщательно мойте руки, умывайтесь, промывайте ноздри, желательно мыльной водой. Как можно чаще проводите домашнюю уборку, протирайте дезинфицирующими средствами электронные гаджеты и используйте только чистую посуду. При появлении симптомов ОРВИ, особенно если вы недавно были за границей, оставайтесь дома и незамедлительно вызовите врача. Что касается медицинских масок, то в последних рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения по защите от коронавируса уточняется. Здоровым людям носить маску следует только если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-19. Маски, продаваемые в аптеках, ограничивают проникновение вируса примерно на 20%. Кроме того, повязку надо менять каждые два часа. Как только она намокает, тут же становится бесполезной. Средства защиты стоит носить в общественном транспорте, помещениях, где работает много людей. А вот на улице этого делать нет смысла. Во-первых, вероятность поймать вирус на свежем воздухе минимальна. Во-вторых, маска затрудняет дыхание, и если у людей есть проблемы с сердцем или лёгкими, они только усугубятся. В то же время, ношение маски обязательно для тех, кто почувствовал хоть какое-то недомогание. А на сегодня это всё. Берегите себя и близких, не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!